На телеканале репортерка и лонка редактора, я по-прежнему Виталий Хемий, в Украине дан старт формированию новой политической силы. Сформируется она или не сформируется, а если сформируется, может быть и не выстрелит, это вопрос второй. Дело, как говорится, десятое. Но то, что процесс пошел и лед тронулся, это факт медицинский. На минувшей уже неделе депутаты, бывшие коллеги отправили Дмитрия Разумкова на временную политическую пенсию. Политик молодой, какая конечно пенсия, но тем не менее временно Дмитрий побудет безработным. До этого Разумков обошел все центральные, не только центральные телеканалы, высказал свою позицию. Разумеется, господина Разумкова отправили, ну не то чтобы ни за что, но вопросов к решению депутатов очень много. При всех небольших претензиях со стороны журналистов, политических экспертов к Разумкову, его позиция по многим вопросам была чуть ближе к закону, чем позиция некоторых его коллег. Но тем не менее Разумков уже не член команды президента, уже не член «Слуги народа». А помните, как два с половиной года все начиналось? В начале девятнадцатого года, когда мы получили информацию от Владимира Зеленского, что он идет в президенты, кто по сути его готовил к большой политике? Кто основные месседжи вкладывал в уста господину Зеленскому? Это был Дмитрий Разумков и те люди, которых он находил. Затем уже появился Андрей Богдан. И вот ни Богдана нет, ни Зеленского нет. Был еще экономист, помните, да, Данилюк, который возглавлял затем СНБО и был первым секретарем при президенте Зеленском. Сейчас этих людей в орбите президента нет. И что, если им не объединиться, да? Представляете, вот такая вот идея возникла не только у меня, но и у многих других. Кто бы еще к ним примкнул, если бы эти люди начали формировать альтернативную политическую силу? Я, допустим, вижу в этой команде, гипотетической команде, экс-министра здравоохранения Максима Степанова, который после длительного молчания дал большое интервью, где как мог обходил вопрос критики президента, но и он на днях не удержался, когда было это самое выдающееся в кавычках с точки зрения морали голосования по отставке Разумкова, но и он не выдержал Максим Владимирович, наш бывший губернатор, и раскритиковал президента. Что это означает? Это означает, что люди, которые уже некоторое время не в политике, не в госуправлении, но тем не менее еще хотят о себе заявить, обязательно комментируют вот эту вот, давайте откровенно скажем, скандальную отставку Разумкова. Конечно, процесс формирования новой политической силы займет не один и не два месяца. Ну и вообще мы сейчас только находимся на экваторе правления и президента, и партии, которая немножко трещит по швам. Вполне возможно, катализатором формирования новой политсилы станет и еще одно событие, уже событие такое чрезвычайное, я имею ввиду смерть нардепа Антона Полякова. Вообще удивительное событие. Многие журналисты пытаются строить конспирологические теории. Кто-то утверждает, что Полякова там за что-то убили, что там ему приписывают неестественную смерть. Хотя на самом деле Поляков в 2019 году разошелся с партии «Слуга народа», но тем не менее примкнул к дружественному политическому объединению и вполне мирно себе сосуществовал с большинством. Тем более Поляков перед смертью, так получилось, отдал свой голос в соотставку Разумкова. Но тем не менее вот это вот, вот это событие далеко не рядовое, смерть молодого депутата, оно может послужить неким ускорителем тех самых процессов, когда может быть кто-то еще по надуманным причинам решит, что ему с президентом не по пути. В общем, нас ждет не только интересная политическая осень, но и зима весь 2022 год. До 2019 года и даже после много политформирований пыталось как-то образоваться на фоне, даже не на фоне, а оттолкнувшись от статуса своего лидера. Вот была украинская стратегия Гройсмана, она даже есть, но мы не знаем реального положения дел. Был выдающийся Игорь Смешко и Дмитрий Гордон вместе с ним. Недавно мы узнали о попытках Арсения Яцуника вернуться в большую политику. Я более чем уверен, что Разумков ни к одной из этих фигур, видных политических фигур не примкнет и будет строить что-то свое. Ему на пользу было бы, если бы депутаты проголосовали, подтянули решение суда и лишили мандата. Дмитрия Разумкова – свободный человек, не ходишь на заседание парламента, не голосуешь, занимаешься политической деятельностью, пробиваешь почву. Тут главное без фальстарта. Вы знаете, были разные случаи, когда кампания не стартовала, а тут у нас уже вовсю политики занимаются самопиаром. Обратите внимание, что свои голоса за отставку Разумкова не дали ни европейская солидарность, ни оппозиционная платформа «За жизнь». Ну, это не только некий шаг в сторону законности, но и понимание политических процессов. На поле европейской солидарности и ОПЗЖ Дмитрий Разумков и его потенциальная политическая сила могут одинаково успешно сыграть. Подумайте об этом, благо есть над чем. Это была колонка редактора. Я по-прежнему Виталий Хемий. Смотрите «Репортер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова